привет народ youtube посылочку так даже перебинтовали дали что-то там болтается что у нас болтается электро что-то электрическое 20 баксов почти 300 грамм весит давайте попробуем заглянуть и посмотреть что там такое что-то красное уже вижу розовое точнее коробочка классная да взяли тупо пупырышками обмотали потом скотчем желтым обклеили и все так что-то я уже начинаю догадываться смартфон наверно судя по упаковке что у нас олки тел да я уже вижу уже знаете так болтается все перекос конкретные защиты не так никакой так грей написано у китл ю 7 про надо походу в магазине нарисовали так что мы тут имеем две сети 2g 3g двойная sim карта 13 мегапикселей камера full hd видео и себе чего нет 2 мегапиксельная камера так да памяти расширяется до 32 встроенная 1 8 оперативки 18 встроенной сенсоры тут три штуки hd ipc экран 5.5 это его размерность и android 5.1 и процент чипсет у нас mediatek mt 65 81 и 34 ядра открываем смотрим хорошо наверно что тут болталась зарядка нас в галят гуляла и и никто тут не держал так я смотрю жизнь пакета все повылазило все там пусто такой скудные у нас получается у нас гарантийный талон здесь у нас по ходу описание на английском языке реклама что чего как обозначается где чего находится сейчас мы посмотрим описание на нескольких языках даже русский есть вот даже русский но тут информация общего характера поэтому я думаю тут ловить нечего так идем usb micro usb наклеили у китл как будто бы так тут тоже 11 ампер до 5 вольт один ампер такая своеобразная форма вроде не разборная пытался скрыть вот это и все скажем так все аксессуары теперь сам аппарат вот он такой здоровый похоже как металлический корпус ну на ощупь как металл может просто он металлом покрашен пластмасса пластмасса так с правой стороны у нас включить выключить слева у нас громкость не болтаются кнопочки сверху зарядка и наушники снизу динамик и микрофон блин вот это микрофон динамик рядом ставят а потом проблемы возникают виде весь полукруглый на iphone похоже да у китл там из защитная пленочка так что мы это снимаем чтобы наш нам не мешало тестировать так стоп где этот симка вставляется вот а место для вскрытия справа нижнем углу ну вот она и пластмасска видите крашеная крашеная пластмасска аккумулятор большущий но тонкий большой но тонкий две с половиной но это скорее всего реальные его показания две с половиной потому что некоторые четыре пишут они на таких аккумуляторах так две микро симки и флешка 1 это хорошо так у нас здесь что пломбочка стоит все на болтиках крутится здесь у нас по динамик расположен так окей снимаем эту заклейку что они тут написали и вставляем так судя по контактам и уже вставляли но вставляли наверно проверяли работоспособность китайцы это могут все наверно я думаю можно закрыть вот такая коробка хорошо защищает от влаги не выглядывает видите камерка не выглядывает уже хорошо не поцарапается так ладно хватит болтологии хватит болтать включаем а у китаева пускай загружается вот все он запустился ноу карты открываем такие детские иконочки так что тут у нас тут у нас много чего имеется youtube вперли ну это понятно уже все по умолчанию короче под iphone 6 я так понял косят обзор в принципе нормальный так глянем на настройки сразу выберем язык так есть контакт кнопочки не подсвечиваются сенсорные давайте на характеристики глянем модель U7 Pro что мы тут видим еще в январе этого года прошивка версия ядра версия прошивки любимая игра бесконтактная передача данных есть можно обменяться файлами экран яркость дисплея ну как всегда в процентах на 70-80 ставят ну нормально по среднему нормально идет что у нас в обоях ну обои скажем так ну вот эта красочная ну качество самой фотографии не очень поэтому мы тут наверное ничего не узнаем так это живые пошли живые меня не интересуют пускай водичка будет природа больше природа это тоже красиво но это не естественно куча режимов всяких так ладно пойдем куда мы на камеру камера как никак сейчас актуальна здесь как всегда всего вот эта функция для девушек там где изъяны убирает ставите так и обязательно фоткнет настройки глянем настройки настройки стандартные ничего особенного выбирать не приходится 13 мегапикселей фотоаппарат видео не говорит мы это потом проверим сейчас сделаем фото на улицу пойдем так сходил надо было электронную стабилизацию включить ну ладно я не включил давайте так посмотрим фотографии вот можно макросъемку делать элементарно красиво получается яркие цвета так смотрим на сведения так получается 4800 на 2700 у нас 248 мегабайта весит и и формат юпиджи так дальше в принципе то же самое можно на видео посмотреть бегают там ребята суетятся можно увеличить приблизить видео такая функция работает видите дрожит немножко надо было стабилизацию включить вот тоже фотографировал вот еще видео можно глянуть можно макросъемку делать так так смотрим на характеристики видео так видим да full hd 9 920 на 1088 ну и формат как всегда 3 gp не знаю что они его выбрали наверно дешевый бесплатный так дальше что у нас ну осталось подключиться к вай-фай загрузить программы тестовые и погонять так громкость ну скажем так удовлетворительная верхняя шторка в принципе стандартная ничего особенного только подключился к вай-фаю сразу беспроводное обновление предлагает но я его скорее всего не буду делать вот оно описание так погонял я так дисплей проверим сенсор сенсор 5 штук показывает так далее что у нас рейтинг как всегда внизу можно и не смотреть так основные характеристики я наверное в принципе не буду зачитывать и так понятно они в принципе стандартные просто прогоню покажу так ничего особенного так тут у нас все сейчас посмотрим на аида система оперативки их доступно 967 да я там кое-какие программули на накидал поэтому такое рм cortex а7 1300 4 ядерный 32-битный 32-битный не густо так тут вот тоже все тут даже не 320 267 dpi на точку пикселей маловато маловато что то они с этим удешевили так сеть в принципе понятно батарея две с половиной емкости так android устройство ну в принципе и все температура датчики какие то так и и давайте еще раз прогоним а потом машинку погоняем хочу все таки два раза протестировать потому что вот заметил что эти попугаи они не совсем то что хотелось все время по разному так вторая попытка это у нас 24 895 уже чуть чуть больше так с этим все ясно давайте наверное асфальт погоняем восьмой как сказал знакомый я признаю только асфальт 8 для теста я имею ввиду кстати этот аппарат он заказывал ладно потестируем посмотрим наконец-то загрузил все прошел все нюшки теперь можно будет покататься а а а а а а а и а и как хорошо его подрезал короче мягкая Работает. Реально машина разобьется нафиг. 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 закачала две, в принципе, нормально. Скажем так, первая зарядка, поэтому как-то вполне окей. Ну, я думаю, на этом можно закончить. Всем спасибо за просмотр. Пишем комментарии, ставим лайки. И до новых видео. Всем пока. Вот этот асфальт утомляет. Во-первых, зайди в Google Play, установи программу. Потом включи ее. После этого еще там 400 мегабайт вольешь. Вошел, блин, туда-сюда. После этого осталось только в игру войти. Еще 56 мегабайт. А что это за фигня такая?